Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Глава администрации городского округа Кумертау Борис Беляев провел рабочее совещание, на котором обсудили исполнение доходной части бюджета в 2016 году. На заседание побывала и наша съемочная группа. Подробности в сюжете. Одна из составляющих местного бюджета – собственные доходы, налоговые и неналоговые поступления. За 2016 год эти доходы составили 411 миллионов рублей. Итоги исполнения доходной части бюджета подвели на заседание с главными администраторами доходов и крупными налогоплательщиками бюджета городского округа. Основным источником собственных доходов бюджета остается налог на доходы физических лиц. НТФЛ поступил в сумме 208,5 миллионов рублей, что составило в сопоставимых нормативах местный бюджет 109,7% к уровню 2015 года. Годовой план исполнил на 112,6%. Акцизы на нефтепродукты составили 8,2 миллиона рублей, темп роста 76%. Это вид платежа администрирует у нас республика, и как бы у нас темп тут отсутствует. Исполнение годового плана 105,5%. Неналоговая прибыль составила 89 миллионов рублей. Основной источник – сдача имущества в аренду. Исполнены в сумме 47 миллионов рублей. Таким образом, в 2016 году прирост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики к уровню 2015 года составил 5%. Стоит отметить, что на поступление доходов отрицательно влияет увеличение недоимки и задолженности по платежам в бюджет. Так, за 2016 год общая задолженность в бюджет города увеличилась на 34%. Причиной является кадастровая стоимость земельных участков. Очень сильно увеличилась кадастровая стоимость земельных участков. Естественно, как бы стали собственники судиться, хотят они приравнять кадастровую стоимость земли, приблизить к рыночной стоимости. И это будет убавлять наше поступление. То есть люди придерживаются, они просто не платят сегодня. Надеются, что суд вынесет решение в их пользу. После выступления всех администраторов городского округа, глава администрации Борис Берляев подчеркнул, что в 2016 году остаются две основные задачи. Это обеспечить рост доходов не менее 10% и снизить задолженность бюджета по платежам. Константин Меркшев, Ярослав Кондратьев, Телекомпания «Арис». В Кумертау возрождается текстильная промышленность. В феврале начал свою работу швейный цех группы компаний «Магеллан». Предприятие обеспечено крупными заказами, но есть одно «но». Производству не хватает рабочих рук. Подробности в следующем материале. Ровные швы и идеальное расстояние от края. Все как по уставу швейный цех «Кумфаб» поставляет обмундирование для силовых структур. Сегодня на конвейере галстуки, завтра брюки. Каждый день новый заказ. Загрузка есть, работа есть, работы очень много. Я надеюсь, пока план, конечно, мы не выполняем, но план будем выполнять. А почему не выполняем этот план? Не успеваете? Ну, немножко мы не успеваем. Мы еще работаем буквально только месяц. Еще не вошли в график. Срочная работа появляется. Просит отставить другую, шить другие изделия. На предприятии сейчас работают 34 человека. Еще 13 проходят обучение. Все специалисты с большим опытом работы. Однако, чтобы запустить цех, сотрудников пришлось собирать буквально по крупицам. Ну, я вообще по образованию швея мотористка. Я раньше работала на фабрике, на Салаватской фабрике. И там у меня трудовой запись даже первая, что я отучилась в училище три года и отрабатывала там два года. Ну, так жизнь сложилась, что пришлось переучиваться, переехать. Ну, вот сейчас вернулась, и теперь опять работаю швеей. Жизнь вот такая штука. Аналогичных историй в цеху много. В 90-е многим пришлось сменить профессию. Сейчас, с открытием нового швейного производства в Кумертау, у людей появилась возможность вернуться не то что в профессию, а в родной город. Ирина Бучнева, контролер ОТК, много лет отработала в Баштексе. Потом предпринимательская деятельность, работа вахтой на Севере, теперь вновь на производстве в Кумертау. Благо, навыки не забыты. Все-таки стаж работы в текстильной промышленности приличный. У меня здесь дети. Детям хотелось, чтобы мама была дома, всегда их встречала. Поэтому пришлось поменять работу. Хотелось бы, чтобы наш цех расширялся, расширялся, больше народу приходило к нам на работу. И мы выпускали продукцию нужную и хорошего качества. Руководство компании готово в ближайшее время запустить работу в две смены. А в перспективе расширить производство потребуются не десятки, а сотни специалистов. Правда, этому может помешать один фактор – недостаток кадров. Сейчас необходимо, допустим, 50 человек. Дальнейший этап, после того, как они выкупят, откроют вторую смену, потребуется еще потребность, еще понадобятся рабочие руки. После того, как выкупят, собственность какое-либо помещение, еще будут расширять. И дальше будет зависеть от того, в том ли помещении будет открываться фабрика, или они будут подыскать новое помещение для открытия фабрики. Вопрос о потребности будет возникать в те моменты, когда будет речь о расширении тех помещений, которые у них есть. На производстве ждут как опытных специалистов, так и желающих обучиться на производстве в качестве ученика. Соискатели могут обратиться непосредственно в цех на Палатниково-1 либо в Агентство по развитию территории. Совсем немного времени осталось для того, чтобы заявить о своем праве на налоговые льготы. 1 апреля 2017 года инспекторы приступят к расчету транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц за прошлый год. Подробности узнаем у пресс-секретаря налоговой инспекции номер 25, Эльвира Шумаева, и она у нас на связи. Здравствуйте, Эльвира Робертовна. Расскажите, какие действия необходимо предпринять гражданам, имеющим право на налоговые льготы. Здравствуйте. Если вы относитесь к льготной категории граждан, по налогу на имущество физических лиц, по транспортному налогу, по земельному налогу, то вы должны принести подтверждающие документы, написать заявление, и все это нужно сделать до 1 апреля 2017 года, если вы никогда не заявляли о льготе. Это вы можете сделать, посетив налоговую инспекцию лично, направить ваши документы по почте или через личный кабинет на сайте налог.ру для физических лиц. Что ж, с этим ясно. А где, если не считать наш разговор, можно подробнее узнать о существующих льготах? Подробно о всех льготах вы можете ознакомиться на этом же сайте налог.ру, в информационном сервисе, информационно-справочная информация о ставках и льготах. Более подробную информацию вы можете получить по телефону единого контакт-центра 8 800 222 22 22. Звонок из региона бесплатный. Спасибо за компетентные ответы. Напомню, у нас на связь была пресс-секретарь налоговой инспекции номер 25, Эльвира Шумаева. Она рассказала нам о налоговых льготах. На днях в здании администрации городского округа состоялось очередное заседание муниципального проектного офиса. Рабочая группа по работе с приоритетными проектами была сформирована в марте этого года по поручению главы администрации. Реализация приоритетных проектов в городе с использованием данного управления позволит существенно увеличить темпы социально-экономического развития городского округа и решить ряд поставленных задач на ближайшую перспективу, говорил глава администрации Борис Беляев на первом заседании муниципального проектного офиса. 23 марта состоялось второе заседание. По-прежнему один из главных вопросов на сегодняшний день – как привлечь резидентов. Пока только один предприниматель официально решил вести бизнес на льготных условиях. Это общество с ограниченной ответственностью «Элеватор». Предприятие уже реализует проект по строительству маслоэксерционного завода. Проект «Привлечение резидентов ТОСАР Кумертау» как раз направлен на поиски новых инвесторов. Этим вопросом занимается руководитель Агентства по развитию территории Александр Дмитриев. Был представлен комплекс мероприятий по привлечению инвесторов, однако только в устной форме. Наглядных пособий у докладчика не оказалось. Кто-нибудь видел ТОСАР Кумертау в сайте? Ну, перейдите по ссылке. Скажите, да, кто-нибудь, я должен понимать. Видели этот ТОСАР Кумертау в сайте? Правильно, Павел, вы, да? Вы, еще кто? Два, три, еще? Четыре, пять, шесть максимум человек, которые подняли руки. О чем мы сейчас говорим? Ну, мы должны показать его хотя бы листом. А, да, чтобы людям стало уже, хотя бы членам проектного офиса стало интересно. Четыре человека об этом знают. Ну, все, ну, сделали, сделали. Ну, и ушли отсюда с таким же намерением. Ну, хорошо, что сделали. Ну, не видели ни разу. Ну, я понимаю, что не вы виноваты в том, что они не видели. Вы сделали. Но предемонстрировать надо. Работа она в технике туда делала. Глава администрации дал указание руководителю АРТ к следующему заседанию разработать наглядное пособие. Еще один немаловажный проект – кадровое обеспечение нового швейного производства. Задача – создание на фабрике тысячи новых рабочих мест. Я вчера имел беседу с генеральным директором Шальновым Игорем Вадимовичем. Он мне четко объяснил, что мы готовы в этом году создать 300 рабочих мест. Следующие 300, следующие 300. В течение 3 апреля я тысячи рабочих мест заведел. Вопрос один – найдете ли вы кадры? Для достижения этой цели было предложено тесно сотрудничать с Центром занятости и средствами массовой информации. Заниматься кадровым обеспечением для швейного производства будет Агентство по развитию территории. В конце совещания Борис Беляев подвел итоги проделанной работы и обозначил цели на следующее заседание. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, Ярослав Кондратьев, Телекомпания «Арис». 23 марта в конференц-зале администрации состояло заседание комиссии по вопросам межконфессиональных отношений. В итоге администрации был утвержден совместный с представителями традиционных конфессий план работы на текущий год. В работе комиссии приняли участие представители местных религиозных организаций, правоохранительных органов, руководители организаций и учреждений города. Вел заседание глава администрации Борис Беляев. Участники встречи обсудили общую ситуацию в городе в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Также рассматривались мероприятия, направленные на выявление угрозы экстремистской направленности. В настоящее время по городу Кумертау оперативная обстановка контролируется. То есть лица той или иной деструктивной направленности у нас не выявлены. То есть работа активно в сети интернет не проводится именно с жителями города Кумертау. Но имеются факты по лицам, которые выехали у нас за пределы территории России и предположительно находятся в Сирии, принимают участие в боевых действиях. По данной линии также работа проводится с родственниками тех людей. Участники заседания познакомились с проектом муниципальной программы укрепления единства российской нации и этнокультурное развитие народа в городском округе. По итогам заседания членами комиссии были приняты соответствующие решения и определены приоритетные задачи. Нужно сказать и признать то, что на сегодняшний день традиционные конфессии стали равноправным партнером в социальной сфере, в реализации социальной политики. Потому что на сегодняшний день в обществе очень важны вопросы возрождения духовности, нравственности. И в этом, конечно же, самым главным союзником должно стать духовенство традиционных религий, которые представлены в нашем регионе. После обсуждения вопросов повестки дня владыка Николай вручил благодарственную грамоту Синодального отдела Русской Православной Церкви главе администрации Борису Беляеву за помощь в организации проведения открытой зимней спартакиады. Работа комиссии завершилась торжественной церемонией подписания соглашения о сотрудничестве и проведении совместных мероприятий администрации города и представителями традиционных конфессий. Вся намеченная работа направлена на воспитание молодежи, укрепление семейных ценностей и на единение народов. Хотелось бы также отметить, что те намеченные планы на 2017 год, в подписании которым мы все приняли участие под председательством главы администрации городского округа Кумертау Беляевым Борисом Владимировичем, а также Салават Хазратом. И, конечно, это будет еще больше сделано, чем в 2016 году. По многим направлениям это молодежная, социальная политика, а также спортивное направление, а также военно-патриотическое, духовное воспитание молодежи и подрастающего поколения. Мы все, мусульмане города Кумертау и Кургазинского района, работаем совместно с православием, поэтому мы, как братья и сестры, живем очень дружно. Айгуль Мухаммедшина, Владимир Кузьмин. Новости. 21 марта в библиотеке прошел городской конкурс чтецов, посвященный 85-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Рами Гарипова. Конкурс проводился с целью популяризации литературного наследия великого поэта, выявления талантливых детей и сохранения языка. В нем приняло участие более 50 школьников. Выступления оценивали педагоги, работники библиотек, члены писательской организации. Лучшим вручили благодарственные письма. Глава администрации Кумертау Борис Беляев провел встречу с ветеранами, чтобы обсудить определенные проблемы. Подробнее расскажет Константин Меркушев. Встреча состояла из здания бывшего УПК. Здесь располагается своего рода штаб организации. За их плечами долгие годы трудовой деятельности на предприятиях города, а у кого-то тяжелые испытания войной. Совет ветеранов округа – одна из крупнейших организаций города, куда вошли ветераны войны, вооруженных сил, труда и правоохранительных органов. Глава администрации регулярно проводит рабочие встречи с ветеранами. В неформальной обстановке узнает их проблемы, которые их беспокоят. Сегодня состоялась очередная встреча членов Совета ветеранов, ветеранского актива нашего города с главой администрации. Я называю почему очередной, потому что в год 3-4 раза глава администрации обязательно встречается, как бы отчитывается перед старожилами города, люди, которые вложили большую долю на социально-экономическое развитие города. Поэтому он считает необходимым организовать вот такие встречи, отвечать на вопросы. Неудивительно, что жители тревожат проблемы с дорогами, не только автомобильные, но и тротуаров. Член Совета ветеранов Сулпан Максютова попросил главу администрации лично разобраться с этой проблемой. Борис Беляев пообещал в ближайшее время создать комфортные условия для пешеходов. Проблемы, они всегда есть. Но отрадно, что эти проблемы решаются. По каждой проблеме есть определенный план, определенная перспектива. Вот это радует. Проблемы они будут всегда. Но то, что перспективы есть, то, что разрабатывается план, то, что добиваются каких-то результатов, это видно по этой встрече. Закончил встречи для всех собравшихся неофициальным голосованием. Члены Совета ветеранов отдали свои голоса за один из предложенных проектов реконструкции парка. Константин Меркшев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Больница меняет облик. Привычные серые и невзрачные стены в отделениях, очереди в регистратуре уходят в прошлое. Меняются подходы в лечении, внедряются новации в диагностике. О больнице, где хочется жить. Амир Кедрасов. Это не банк, и кредит вам здесь не оформят, но помогут записаться к врачу. Ожидание очереди в регистратуре стало комфортным. Поликлиника в новом формате работает месяц. Шероховатости, которые выявлялись в первые дни, сглажены. Специалисты периодически корректируют систему электронной очереди, дабы искусственный разум работал еще лучше. Для пациента изменилось то, что сокращается время ожидания, уже в очереди не стоит. И амбулаторная карта непосредственно доставляется в кабинет к врачу. Меняются в лучшую сторону и условия пребывания на больничной койке. В терапевтическом корпусе завершились ремонтные работы. Новый лифт подымет на нужный этаж, а в самих отделениях канули в лету старые стены и скрипучие кровати в палатах. Какой муж жалоба, когда лежишь, все это они стараются для тебя, чтобы легче было. Вы здоровы или как? Очень хороший ремонт сделали, освежили отделение. Больные теперь с удовольствием лежат, всем нравится. Вот, поставили вот поручни. Ну, в целом, больным стало удобнее лежать. Вам комфортнее стало работать? А самое главное, да, нам комфортнее стало работать. Все-таки по-новому как-то приходишь на работу. Если в терапии пациенты и медперсонал уже успели привыкнуть к новому облику отделения, то в детской больнице радость еще впереди. Этаж разделяет перегородка. Здесь полным ходом идет ремонт. Строители торопятся завершить работу. То совсем скоро маленькие пациенты станут здесь полноправными хозяевами. В ярких и красочных стенах процесс лечения будет приятнее, нежели это происходит сейчас. Хотелось бы, конечно, чтобы быстрее мы вошли в чистую половину. И все-таки пациентов у нас в связи с весной и подъемом заболеваний не убавляется. Но мы стараемся никому не отказывать в помощи. Всех также оздоравливаем, лечим тех больных, которые к нам поступают. Стараемся их не стеснять, поддерживать наш санэпид-режим, создавать условия, те, которые до этого у нас были. И чтобы мамы ни в чем, и дети ни в чем себя не чувствовали ущемленными. Комфортнее становится не только в отделениях или в ожидании очереди в регистратуре. Меняются и подходы к диагностике. По-новому работают и лаборанты больницы. Если раньше до проведения клинического анализа крови уходил целый рабочий день, то сейчас требуется всего одна минута. Новая медицинская техника творит чудеса. Ручная работа у микроскопа ушла в прошлое. Теперь весь процесс автоматизирован. Это совсем другое дело. То ли сидишь целый день за микроскопом, поднимешь глаза, все темно перед глазами. А тут пришла, сделала. Самое главное – дружить с аппаратом, ухаживать за ним правильно, чтобы он не давал сбор. Чтобы все было, и реактивы, и все за ним следить, как за ребенком. Старые подходы и методы в медицине уходят в прошлое. Здоровье нации выходит на первый план. Обязательно диспансеризация, своевременная диагностика и адекватное лечение в комфортных условиях должны дать положительный результат в процессе сохранения нации. Амир Кедрасов, Владимир Кузьмин, телекомпания АРИС. 22 марта на базе педагогического университета прошла отчетно-выборная конференция «Молодой гвардии Единой России». На собрании подвели итоги работы и выбрали нового руководителя. На сегодняшний день «Молодую гвардию Единой России» представляет 270 человек. Все они студенты учебных заведений. Благодаря активной работе отделения партии с каждым годом все больше молодежи желают стать членами «Молодой гвардии». Ведь принимать частью жизни города – немаловажный фактор для дальнейшего развития. Вот их в пределах сейчас у нас где-то 270-280 человек. И я очень рада, что сегодня они прибыли все на это мероприятие. То есть это говорит о том, что молодежь наша неравнодушна к проблемам, не только городским, но, в общем-то, и России в целом. Комерталские молодые гвардии сочетались о проделанной работе. Они принимали участие в таких партийных проектах, как «Казинка доброты», «Подари книгу детям», «Реальные дела», «Молодой избиратель». Также члены отделения принимали активное участие в предвыборной кампании осенью 2016 года. Уже после подведения итогов молодогвардейцы путем открытого голосования избрали нового руководителя местного отделения «Молодая гвардия Единой России». Им стал Сергей Душинин, который успел зарекомендовать себя как активный руководитель. В первую очередь хочется сказать, что достаточно большой опыт, собранный со всей России, так как я поработал в различных регионах страны. И так или иначе, есть много различных инструментов, которыми пользуются в определенных регионах. И хочется проработать, создать какую-то новую модель работы, новую модель взаимодействия с ребятами, с участниками, с студентами и вообще со структурами города. Уже на этой неделе местное отделение «Молодой гвардии Единой России» начнет свою работу. Потом они будут заниматься организационными и отчетными вопросами. План предстоящих мероприятий молодые гвардейцы будут воплощать в жизнь. Константин Меркшев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». В Кумертау проверили готовность техники и аварийно-спасательных отрядов предприятий к паводку. Проверки подверглись организации и учреждения, отвечающие за жизнеобеспечение городских объектов. На стадионе собрались представители МЧС, энергосетей, объектов коммунального хозяйства, здравоохранения, транспорта, связи и правоохранительных органов. Мониторинг ситуации, дежурство, доставка питьевой воды и продовольствия в потопленные районы или эвакуация населения в случае необходимости. В организациях города, отвечающих за жизнедеятельность города, есть свои аварийно-спасательные подразделения. У каждого из них свои задачи при возникновении чрезвычайных ситуаций. Поэтому они готовы к немедленному действию в максимально короткие сроки. На стадионе «Шахтер» прошла проверка бригад спасателей. Так предприятия, энергосети, объекты коммунального хозяйства, здравоохранения, транспорта, связи, правоохранительных органов МЧС отчитались о готовности. На сегодняшний день наш зональный поисковый спасательный отряд подготовил 4 единицы техники. Это КАМАЗ-вездеход, это автомобиль УАЗ, который сегодня находится на осмотре сил и средств, автомобиль Газель и автомобиль Нива. Кроме того, у нас имеется лодка, казанка с мотором. У нас вы получили два новых дополнительных, скажем, дополнительные оборудования, доска спасательная. Люди и следствия готовы. Свою готовность противостоять паводкам продемонстрировали и специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Перед ними также стоит ответственная задача. Группа санитарно-эпидемиологической разведки сформирована для того, чтобы предупредить инфекционные заболевания, а в случае возникновения инфекционных заболеваний, ликвидация очага и организация противоведемических мероприятий среди населения. В случае необходимости у каждого подразделения в боевой готовности должна быть техника, оборудование, средства связи, набор для оказания первой медицинской помощи. По словам заместителей главы администрации Юрия Курова, силы и средства организации готовы к проведению противопаводковых мероприятий. Сегодня вы видели на осмотре техники, это не просто показуха, это действительно техника и личный состав, который в случае возникновения чрезвычайно по паводку выделяется предприятиями города. Перед каждыми из них поставлена конкретная задача, которую они четко знают и понимают, и будут выполнять. Техника готова вся, в случае возникновения она будет вся привлечена. Но хотя прогноз МЧС и наши метеослужбы на паводок 2017 год остается на уровне среднего, как обычно по статистике. Проверка показала, что муниципалитет готов к оперативным действиям при возникновении внештатных ситуаций. В завершении выпуска о спорте в Кумертау прошло республиканское первенство по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения. В соревнованиях участвовали более 60 лыжников. Подробности знает наш спортивный обозреватель Константин Меркушев. С этой секунды и на 3 километра вперед спортсмены сосредоточены только на результате. Состязание открывает девушки классическим стилем. Одновременно к старту готовятся юноши. Интерес к лыжам растет, отмечают организаторы. Нынче на старт выходит более 60 лыжников с городов Кумертау, Туймазы, Стерлитамак, а также с Мейкинского, Зианчуринского и Курганзинского районов. Среди девушек на старт выходит 24 лыжницы и все готовы бороться за высокие места. Среди них наша спортсменка Аделина Идрисова. Она в так называемой красной группе фаворитов. На протяжении всей гонки Аделин угнали только вперед. Общими усилиями Кумертауская лыжница приходит на финиш второй. А вот первое место заняла уроженка Стерлитамака Надежда Кочедыкова, стартовавшая под первым номером. Гонка мне понравилась. Трасса нормальная, без мази можно было ехать. Подъемы не такие уж большие. Впрочем, все хорошо было. А ждала победы? Что чувствуешь? Ну, не знаю. Радость, наверное. Та, что смогла. Ну, ожидала победу? Настраивалась? Да. Каждой гонке настраиваюсь. С уверенностью шла. Надежда Кочедыкова стала настоящей героиней этой гонки. В старте у юношей она выручила кумертауского лыжника, у которого по ходу гонки сломалась палка. Мне помогли очень. Я этому рад. Спасибо. Остались неравнодушными. Я ехал на равнение, услышал треск. Смотрю, это была левая палка. Я испугался, уже отчаялся. Но мне помогли в последние минуты. Все равно надо поддерживать друг друга, хоть и не знаешь никого. Возможно, этот несчастный случай помешал Николаю показать высокий результат и одержать победу. У юношей лучшее время на финише показал лыжник из Калитамака Матерков Данил. Самое первое, что я чувствую после финиша, это усталость в мышцах, потому что работал на полную. Это потому что каждый старт нужно выкладывать полностью, работать, чтобы тренер потом был после финиша доволен, смотрел на протокол. К сожалению для Данилы, лучшему был только по времени, а вот по дистанции судьи заметили нарушение. На одном из участков спортсмен нарушил правила, перейдя с классического стиля на свободный. Это грубое нарушение в лыжном виде спорта. За это спортсмен получает дисквалификацию. В итоге первое место досталось представителю Миякинского района Ринату Юнусову. Вторым стал кумертаусец Максим Пустовод. Первый день соревнований завершился, а завтра пройдет гонка в свободном стиле. Константин Меркшев, Ярослав Кондратьев, Телекомпания Арис. Это было последнее сообщение выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.